Стрекоза Также они играют роль опылителей. Наравне с бабочками и пчелами они помогают растениям размножаться с помощью пыльцы. Рассветка этих насекомых может быть самой красочной и оригинальной. Выделяться голубыми, зелеными, синими, желтыми оттенками. Отсвечивать перламутром. Иметь затемнение и пятна. В природе можно встретить стрекозу белую, прозрачную. И сегодня мы с вами слепим красивую стрекозу. Нам понадобится пластилин, доска, стыка, картон любого цвета. У меня вот такая заготовка. Зелёный пластилин делим на три равные части. Из него слепим шарики. Один шарик оставим круглым. Это будет голова стрекозы. Туловище сделаем овальным. Из третьего шарика слепим колбаску. Это будет хвост. На конце хвоста сделаем надрез, чтобы расщепить его. Все детали соединим между собой. На хвосте нанесём рисунок в виде ёлочки. Глаза слепим из белого и чёрных цветов. Раскатаем маленькие шарики и пальцем прищепим. Получились лепёшки. У стрекозы глаза большие. Крылья стрекозы разноцветные. Нам понадобится три цвета пластилина. Оранжевый, жёлтый, белый. Смешаем их и разделим на четыре части. Скатаем два шарика большие, два поменьше. Раскатаем шарики в колбаску. Немного прижмём пальцем. Один край сузим, чтобы получилось в виде капельки. Теперь сверху крыльев острым концом стека нарисуем полоски. Крылья готовы. Теперь соединим их к туловищу. Из розового, фиолетового, красного, белых цветов мы скатаем маленькие шарики и сделаем цветы. Маленькие шарики мы сделаем в лепёшку. Серединку мы сделаем белого цвета. Маленькие шарики мыheit helt • Вот такая получилась. У нас красивая стрекоза. Пока-пока, ребята. До новых встреч!